Девушки отдыхают Бостонский священник развращал детей в шести приходах в течение 30 лет. Церковь узнала и ничего не сделала. Вы пока не начинали долгосрочное расследование этого дела? Нет, пока нет. И ваша команда готова этим заняться? Спотлайк? Народ, слушайте, эта тема заинтересует всех. Основана на реальных событиях. Церковь без боя точно не сдастся. Мне просто нужны общие сведения. Я запрещаю вести запись в любом виде, ясно? Вы заключили с церковью несколько мировых соглашений. Я не вправе это обсуждать. Записи об этих соглашениях не существует? Нет. Если ты бедный ребенок из бедной семьи, и священник обращает на тебя внимание, это серьезно. Как можно сказать «нет Богу»? Спотлайк? Это горячая линия? Думаешь, он что-то знает? Я хочу копать дальше. Мы должны сосредоточиться на институте, доказать, что распоряжения шли сверху. Расследование лауре от полиции Русской премии. Они постараются заткнуть каждого, кто откроет рот. Отстаньте от меня, слышите, блин? 6% позволяют себе домогательство. 6%? Это 90 священников. Вот этих гадов 90 люди бы знали. Может, и знают. Чтобы найти ответы, вы дадите мне имена, и имена их жертв. Вы мне угрожаете. Они раскрыли правду. Я выполнял свою работу. Да, как и все остальные. Я здесь, потому что мне не все равно. Мы расскажем эту историю, расскажем правду. Чтобы об этом узнали все, они нарушили молчание. Надеюсь, все это останется между нами, пока мы не перейдем к согласию. Так мы здесь за этим? Прийти к согласию? У нас две истории. Одна о священниках-дегенератах, а вторая об адвокатах. Которые превратили насилие над детьми в кустарную промышленность. Какую из них нам опубликовать? Одна точно пойдет в печать. Марк Руффало, Майкл Киттен, Рейшел МакАдденс и другие. Я не псих, они контролируют все. И не только в Бостоне, во всей стране. По всему миру. Они знали. И они это допустили. Это мог быть ты. Мог быть я. Мог быть любой из нас. В центре внимания. Режиссер Том МакАкти. Премьера в ноябре.